Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цесарским. Наш эфир продолжает программу «Радиоблог» с Игорем Цесарским, который сидит напротив меня в студии. Привет, Игорь. Привет, Серёж. Добрый день, дорогие друзья. Итак, в эфире очередной выпуск, очередной понедельник. И сегодня мы очень хорошую тему имеем благодаря тому, что ещё у нас, к счастью, я не знаю, к чьему-то сожалению, но «Коламбус Дэй» ещё не отменён. Поэтому вокруг этого самого дня мы сегодня и можем поговорить с моей постоянной соведущей нашего ТВ-клуба «Континент». частой гостьей нашей программы «Народной волны» Елены Приговой. Лена, рада тебя видеть, как всегда. Аналогично. Я рада всех слышать, всех видеть в славном городе Чикаго. Город Ветров. У нас штормит, ветрит, и, по-моему, звук пропал. Нет, всё шикарно. Звук идёт прямо. Вы знаете, я очень люблю, на самом деле, вот этот день. Всегда любила День Колумба, потому что это, в общем-то, итальянский у нас праздник. Итальянцы его придумали нам, организовали, начиная с XVIII века. В XVIII веке это было как бы частное событие, и очень немногие отмечали это всё. Это неформальный был праздник. Но вот в этом году, в 77-й раз, прошёл в Нью-Йорке большой парад. За что я люблю этот день? Именно за этот парад. Большой и красивый. Вот два, пожалуй, парада нью-йоркских отличаются по своему масштабу, по своему размаху. Это вот, естественно, на День Святого Патрика парад, 17 марта. И вот во второй понедельник, октября, у нас парад, посвящённый Дню Колумба. Почему во второй понедельник? Потому что 12 октября 1492 года три корабля пришвартовались у Новой Земли. Колумб вступил на американскую землю. И несмотря на то, что эта земля находилась гораздо южнее Соединенных Штатов Америки, он открыл старому свету новый свет. И с этого момента всё началось. Теперь я позволю себе вернуться в 21 век. Каждая запись была уничтожена или фальсифицирована. Каждая книга переписана. Каждая фотография была перекрашена, каждая статуя и уличные здания были переименованы. Каждая дата была изменена. И процесс продолжается день за днём, минута за минутой. История остановилась. Я сейчас процитировала фрагмент из книги 1984 Джорджа Оруэлла. И как бы радость на сегодня не было, для некоторых американских граждан этот день уже печальная история Америки. История, которая переписывается на наших глазах. История, которая в общем не соответствует историческим фактам. Точно так же, как не соответствует историческим фактам данные, якобы взятые из каких-то непонятных источников, о том, какие зверства совершал Крестобаль Колом. Это его оригинальное имя, звучащее вот именно так. Крестобар Коломб, это уже потом ему приписали. Но произносится Крестобаль Колом. И всегда он оставался таким. Как ни странно, страны, которые находятся южнее Северной Америки, они чтут Крестобаля Колома. Его чтут в Испании, его чтут в Португалии, его чтут по всему миру. Потому что этот человек был великим первооткрывателем. Он открыл миру те земли, которые потом превратились в то самое Эльдорадо. Поиски и золотых, золота и поиски свободы. Потому что вот мы вчера как раз говорили на эту тему с историком из Канады Андрессом Андерсоном. Потому что все люди, которые стремятся и стремились вот сюда, в наши полушарии, они все стремились за главным, за свободой. Теперь вот это главное у людей, которые стремятся сюда и которые живут здесь на протяжении многих столетий, его забирают. Его забирают простым способом, введя цензуру, переписывая книги и далее по классическому написанному Орвеллу. Кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать, что 100 городов Соединенных Штатов Америки в разных штатах вместо этого праздника будут отмечать День коренного населения. День коренного населения, вот 365 дней в году, вот из этих 365 дней в году, не нашлось ни одного дня, когда можно было бы отметить День коренного населения. Мы говорили о том же проценте этого коренного населения. В Соединенных Штатах меньше 2%. Вообще всего ничего. 1.6. 1.6. А в Канаде 4.6 или 4.8%. Куда же они делись? И кто эти люди были изначально, в те времена, когда европейцы бросали якори свои по берегу вот этого полушария? Государств, которые не были государствами, а были просто землями. А наций, которые здесь населяли, тоже не было. Это были племена. И что это было, мы тоже знаем. Очень характерно, что каннибализм присутствовал абсолютно во всех племенах, которые населяли вот эту территорию. И великий и знаменитый Джоанни де Виразана, именем которого называется Большой мост, соединяющий два района Стэттен-Айленда. Именно вот Джоанни де Виразана в 1525 году открыл вот этот пролив. Он вообще много всего открыл. Он с 1524 года открыл очень много проливов вообще в Северной Америке, Центральной Америке. И, к сожалению, он решил в 1527 году совершить свое путешествие уже из Бразилии, наверх подняться, на север. Он дошел до берегов Флориды. И на одном из островов, это, скорее всего, это был уже Антиго, в 1628 году он закончил свой жизненный путь. Его просто съели. Мы говорим сейчас о культуре, мы говорим о том, как обращались с коренным населением. Но в другом месте коренное население, помните, аборигены съели кука, аборигены съели Виразана. Аборигены вообще очень многих съели великих, о которых мы не знаем. Они все были великие. Они были первооткрыватели. Но существуют исторические книги, испанские исторические книги. Существуют воспоминания сына Крестобаля Колона. И в этих воспоминаниях, которые написаны в самом начале 16 века, там описано то, чего не могли знать тогда еще, в 21 веке, люди, которые переписывают историю. Они не могли этого знать. И вот там находится правда. И там говорится о том, как индейцы с радостью, а мы сейчас называем их индейцами, собственно, это коренное население, это люди разных племен, как они встречали именно людей из Испании, которые принесли им хоть какую-то цивилизацию в нашем понимании. Я не знаю, насколько стоит переписывать историю, но если ее переписывают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кому-нибудь нужно уничтожить Америку. Потому что Америка, как бельмо в глазу у глобалистов. Америка, Канада, иудео-христианские ценности, цивилизация. А нам говорят, что каждая история когда-нибудь заканчивает свое существование. Каждая империя. И сравнивают Америку с империей. Я говорю об Америке, в данном случае нашей стране, о Соединенных Штатах Америки. И каждый раз, когда я читаю подобные документы, мне становится не по себе. Я бывала абсолютно во всех странах, где Колумб является героем. Это и Испания, это и Португалия. Это, вы понимаете, страны Латинской Америки очень многие. Это, поезжайте, просто в Доминиканскую республику, где находится могила Колумба. Но вместе с тем, вы и так называемую могилу найдете в Севилье. Там она тоже есть. И увидите много памятников в той же Испании или Португалии. И мне один из этих памятников, даже два, очень нравится. Один, конечно, он находится в Барселоне. И Колумб показывает направление его руки, показывает на Израиль. Как ни странно, не на новый свет. Очень многое говорит о том, что он относился к крещеным евреям, к маранам. Очень многое в его воспоминаниях, включая определенные буквы на иврите, которые там находятся тоже. И точно так же говорят о том, что, собственно, испанские короли, кординанты Изабелла, они не проплатили его поездку. Ее проплатили вот те мараны, которые искали землю обетованную, хотели переезжать. И они вкладывали деньги в эти экспедиции. И, как ни странно, столько интересного хранят в тайне те документы, которые все еще существуют, и их можно почитать при желании, если у вас есть желание узнать правду. Лена, надо добавлять, извини, всегда, что пока еще. Потому что мы знаем, как это происходит, что все очень быстро меняется. И скоро недолг час и какие-то библиотеки, возможно, закроют свои двери. Ну, я понимаю, в чём ты и о чём ты. Это, конечно, очень жалко. Очень жалко, что вменяемость покидает этот мир. Но я смотрю на огромную статую Кристофора Колумба, которая находится в Нью-Йорке. Сегодня именно с Колумбус Сокол, с этого круга, начиналось шествие традиционно 77 лет подряд. А вот тот день коренного населения, который противопоставили именно вот этому дню, существует этот праздник с 1971 года. Вот разница всё-таки есть. И итальянцы, спасибо им, итальянцы, которые живут в Нью-Йорке, они не позволили итальянцу Деблазио, итальянцу Куома испохабить память о Христофоре Колумбе. Зато в Чикаго, Лен, в Чикаго тоже живут итальянцы. Но благополучным образом Колумбу убрали, и ты помнишь, да, эту историю? Ну, я помню, как снесили памятник, я помню, как краской его замазывали. Я считаю, что каждый должен это помнить. Каждый должен это помнить, чтобы понять вообще, в какой стадии безумия находится наше общество. Потому что я просто сейчас могу зачитать. Вот эти заблуждения, страшные заблуждения исторические Колумбе, они последние десятилетия, собственно, демонизировали образ великого путешественника. Его назвали военным преступником, вором, насильником, неуклюжим дараком, в общем, который осуществил геноцид. То есть первая и главная тактика левизны – это назвать человека. Ну вот назвали его так. И это обвинения легли якобы вот в основу вот этого недавнего вандализма. То есть когда вандализм нужно чем-то оправдать, они пытаются дегуманизировать человека, который, собственно, открыл вот это полушарие для тех, кто сюда потом приехал. И вот разрушенная статуя Колумбу в Америке – это города Ричмонд, Сан-Пол, Балтимор, Майами, Уилмингтон, Сан-Антонио, Сакраменто, Сан-Луис, Детройт, Трентон, Баффало, Бостон, Провиденс. Ну, Чикаго, естественно. Чикаго, конечно. Да, и вы понимаете, вот когда читаешь названия этих городов, когда читаешь и понимаешь, что вот эта обезумевшая толпа варвар, варвары, среди которых даже не столько... среди которых очень много белокожих людей, уничтожающих руками, своими руками память и историю. Интересно будет рассказать, тот же Андрес вчера в нашем эфире, когда мы обсуждали как раз День Колумба, рассказывал, что вот именно в Канаде он не видел, чтобы коренные жители индейцы, которых там сейчас нельзя называть индейцами, на самом деле он сказал First Nation. То есть это понятно. Первый народ, первые люди. Я уж не знаю, как здесь правильно это обозначить, но он как раз говорил о том, что вот если там громил кто-то и крушил, это абсолютно четко были вот те самые англосаксы, которые вот несут ту вековую... Ну, не только англосаксы, там просто были белые... Ну, это так, я его цитирую фактически, как он преподал нам. Ну, понятно, что это те самые белые люди, которые почему-то сейчас вот в той позиции вины несмываемой. И мы вот с этим живем. И, кстати, почему мы всегда оговариваемся пока еще, еще пока? Потому что мы не знаем, что завтрашний день с отменой культуры нам еще преподнесет. Ну, вот ты знаешь, я тебе хочу сказать, что вот в Нью-Йорке вот эта статуя Колумба, огромная, большая, красивая, она практически, ну, за исключением деталей, она мне очень напоминает статую, которая находится не в Италии, нигде-либо, она находится именно в Испании, именно в Мадриде. И вот эта статуя, как копия, она была подарена в 400-й годовщине открытия Америки. То есть это было в конце 19 века, в 1892 году. И президент Шабин Джамин Гаррисон призвал американцев тогда назвать вот этот день Днем Колумба. То есть прошло определенное количество лет до 1937 года. Страна ожидала, когда же Конгресс примет решение отмечать День Колумба. Конгресс принял это решение в 1937 году. А первый раз отмечали День Колумба, ну, это был 1792 год, 300-летие открытия Америки. Можете себе представить. Молодая страна под названием Соединенные Штаты Америки отмечает День Колумба. Сейчас уничтожают страну под названием Соединенные Штаты Америки. И это уничтожение страны, Соединенные Штаты Америки, это уничтожение самой сильной, самой заедной, самой желанной державы. Потому что только американская мечта существует у людей, которые всегда сюда стремятся. Вот эта американская мечта о равенстве, о свободе, о свободе предпринимательства, о свободе слова и обо всех свободах, которые наша страна подарила миру в 1776 году. Но когда существует проект 1619, в этом проекте нет места ни Колумбу, ни 1607 году, когда появилась Вирджинская колония, ни 1620 году, когда Мейк Лауэр бросил якорь в берегу Ртовой Англии, тогда еще непонятно чему, просто земле. Не Соединенным Штатам Америки, которые завоевали свое право на независимость от английской короны в 1776 году. История занимательная штука. Ее надо учить, ее надо понимать. Тогда вы понимаете, что происходит сегодня. Тогда вы совершенно отчетливо занимаете свою позицию и отстаиваете, очищаете эту историю от вот этой ржавчины, которая называется ложь. Лена, ты сказала про мечту. Ну вот скоро есть такое ощущение. Дай бог, чтобы этого, конечно, не случилось. Скоро это все действительно станет исключительно мечтой. Было явь? Было явь. Еще даже когда мы, новые мигранты, сюда приезжали, кто в какое время, кто в 70-е, кто позже. А для вот следующих поколений, пожалуй, для кого-то это будет мечтой. И вот я вот сейчас, садя на день, может случиться то, что столица штата, скажем, Агайо, она переименуется. Потому что, ну как, памятник сняли, а город Коламбас есть. Потом надо будет надавить на правительство Колумбии. Какого черта эта латиноамериканская страна до сих пор не переименовалась? То есть, если уже делать революцию, так повсеместно и по всему миру. Знаешь, я думаю, а как назовут Колумбийский университет? Ну как? Есть хорошее предложение. Ты знаешь, а вот эти компании, в которых название есть, Колумбия. Да. Вот как с этими компаниями быть? Как быть с именами Колумба, которые находятся абсолютно всюду? Вот абсолютно всюду разбросаны в Соединенных Штатах Америки. Как быть с этим? Я не говорю о том, что у нас уже извиняются, у нас уже и Джоэн Тинги есть, у нас уже есть все, что угодно. Но пока у нас есть критическая теория расы, пока у нас есть такие, как Ханна Джонс, которые пишут свои фальшивки и свои, я даже не знаю, как это назвать, под названием 16-19, получают за это Пулитцеровскую премию. Пока у нас есть такие журналюги, которые просто придумывают на заказ. А самое главное, пока у нас есть заказчики всего этого. А заказчики есть, и мы знаем, кто эти заказчики. Мы прекрасно понимаем, откуда растут ноги. Вот когда люди видят только поверхность айсберга, они не анализируют, что это заказ, социальный заказ. В Триедином. Триединое – это Всемирный экономический форум, это Организация Объединенных Наций, и это Всемирная Организация Здравоохранения. Всё это написано чёрным по белому, печатные буквы, в 2015 году. Господа, надо уметь читать не только вывески на заборах. И не только Нью-Йорк Таймс, естественно. Кстати, в Нью-Йорк Таймс это было всё опубликовано 16-19, и госпожа Джонс именно оттуда. Нет, ты же не про 16-19 ты сказала. А, кстати, Пуллицеровская премия – это выдаётся исключительно тем самым… За выдающиеся заслуги. Тем самым выдающимся Колумбийским университетом. Вы понимаете, ну вот как это, Пуллицеровская премия из Колумбийского университета, где соседают умные мужи, выдаёт премии. Может быть, надо как-то пересмотреть действительно название университета. Потому что в консерватории что-то не то. Ну, в этом, да, в этом есть гримаса нынешнего, сегодняшнего дня, я не могу сказать истории. Когда это всё попадёт в историю, мы не знаем, как это будут интерпретировать и что будет дальше. Ну, по крайней мере, тенденции мы наблюдаем, и о них говорим, и, естественно, говоря об этом, мы не можем это принять никаким образом, потому что, ну, независимо от тех ярлыков, которые на нас потом повесят, это понятно. Ты же понимаешь, вот мы говорим о литературе, но мы ещё что-то помним, а после нас манкурты. Вот те самые манкурты с этими повязками на голове, с этими уничтожающими память. Но что единственное мы можем сделать, мы можем не молчать и рассказывать это своим детям. Что мы стараемся делать. Может быть, дети будут рассказывать это дальше своим детям. Может быть. Посмотрим. Да, а пока мы, как вы понимаете, подошли к середине часа, и мы на несколько минут вас покинем, но вернёмся, а пока посмотрим. На более радостную ноту мы переходим, на мажор. Да, 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 на мажор, обязательно. Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цезарским. Возвращаемся в программу «Радиоблог». Напомню, в этом сегменте вы можете позвонить к нам в студию по телефону 847-400-5200, если у вас возникнут вопросы. Ну, а пока продолжим. Ну, а пока продолжим. Хорошо. Ну, с днём Колумба мы вроде бы разобрались. Я думаю, у нас всегда есть о чём текущем ещё поговорить. Как ты, Вен? Готова? Да, у нас всегда есть о чём поговорить. Пока вопросов нет. Потому что каждый день подбрасывает такое количество информации. А самое главное – не утонуть в этом потоке. Потому что у меня, например, информационная лента работает постоянно, и я всё время получаю вот эти нотификации. И я прекрасно понимаю, как слаженно работает вся демократическая пресса. То есть они получают сразу мгновенную рассылку, и дальше под копилку выходят все эти статьи, все рекомендации. Всё абсолютно. Они знают всё о каждом, они знают всё обо всех. Меня в очередной раз забанил Фейсбук. Особенно меня порадовало то, что они теперь банят не по политическим мотивам, а просто так, на всякий случай. Выискивают свои алгоритмы. В этих алгоритмах любое слово, связанное с режущими, колющими предметами, вот так «зарезать». Можно зарезать бычка, можно зарезать свинку, ещё кого-то. Но, не дай бог, вы это произнесёте в виде слова на бумаге, то вы, мгновенно, получите красную карточку. Вас отключат от Фейсбука. Вот меня за это. Ну, Лен, ты понимаешь, вот помнишь страна, где какие-то списки составлялись, да? Врагов народа, неблагонадёжных и так далее. То есть, я уверен, что у компании, названной тобою, это всё в порядке вещей. Там есть вот, это можно назвать словом алгоритмы или чем угодно ещё, но суть такая, что уже кто попадает так или иначе им на карандаш, условно говоря, вот, постоянно подвергаются репрессиям. Это наши же друзья, очень много, мы можем список дать этих людей, кого на три дня, кого на день, кого на месяц, всё в порядке. Ну, на самом деле, у нас гораздо сложнее дело обстоит с правдой. У нас она как таковая просто уничтожена из того, что называется пресса. Она уничтожена из того, что называют социальные сети. Потому что у нас сплошная ложь. И даже вот меня порадовала новая книга, которую я, естественно, пока не читала, она только выпускается. Это книга, написанная Хиллари Роддом Клинтон, бывшей нашей первой леди, бывшим сенатором от моего многострадального штата, бывшим госсекретарём Соединённых Штатов Америки и бывшим кандидатом на пост президента. Из всего этого самое приятное, что она везде бывшая. Но она заявила, что она всё равно остаётся в политике, несмотря на то, что она уже давно вне политики. Теперь она пишет книги. В этих книгах нет правды, там есть ложь. И самое интересное, что эти книги появляются на свет как раз вовремя, в тот момент, когда идёт расследование генпрокурора, не генпрокурора, а спецпрокурора Дорума по поводу юридической фирмы, связанной с Хиллари Клинтон. И дальше Хиллари Клинтон совместно с канадской одной писательницей. Луис Пэнни. Они написали вот такую полуфикцию. Художественный такой трёп. Детектива. Детектива. Детектив, где вроде бы новые имена придуманы, всё новое. Но смердит, как всё, к чему прикасается род, простите меня, поганый род Хиллари Родом Клинтон. Потому что это страшный человек, это вообще страшная семейка. Это семейка, которую никогда до конца нельзя расследовать, потому что люди исчезают. Люди погибают. И там такое количество смертей. Там целое кладбище. Говорят, что вы будете смеяться. Вот секунду тому назад. Я только произнесла это. Я открываю, получаю. «Хиллари Клинтон has message for you». А вот всесильная такая Хиллари Клинтон. Я хорошо помню, как мы радовались, и как радовались все, и пошли голосовать за Трампа. Не потому что Трамп хороший. Потому что мы все знали цену политики. И вот она дословно говорит, этот message произносит, что «we will never be out of the game of politics». То есть она навсегда. Ну, насчёт всё-таки, давай так, Трамп по-своему хороший, скажем, всё же, откровенно. Несмотря на его ошибки и заблуждения какие-то, ну, в целом он, понятно, та повестка дня, которую он, в общем-то, объявил. Ему бы меньше писать в Твиттере и немножко сдерживаться. Ну, понятно. Потому что не все понимают манеру поведения, не все её приемлют. Понимаешь? Я голосовала, ещё раз говорю, я голосовала за Трампа. Дважды. Да, да. Я не сожалею ни одну секунду. Но иногда мне бывало стыдно за поведение этого человека. Это нормально. А некоторые, Игорь... Он не былинный герой, это нормально, что он... Да, но некоторые воспринимают человека исключительно внешнюю форму. Они не слушают, что он говорит, они не слушают, о чём это вообще. Ты знаешь... Почему? Я объясню очень просто. Вот сейчас они видят на экране вот этого, мы уже, как только его не называем, назовём 46-м нейтрально. Они видят, что это есть на самом деле. Но при этом они не хотят этого видеть. У Трампа они видели любой его какой-нибудь жест, их не раздражал, твит раздражал, что угодно, прическа раздражала. Здесь они абсолютно толерантны. У них на глазах, как у той самой обезьянки, ничего не вижу, ничего не слышно. Игорь, а ты забыл, что любовь зла. Ну да. Ты забыл, какое количество экзальтированных женщин бежало с криками «Хиллари, Хиллари». Вот это же страшно. За ней вся мощь вот этой её партии. Люди совершенно не анализируют ничего. Ну, Леночка, извини, у нас звонок вроде появился. Давай мы попробуем принять. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, вот у меня почему-то раньше не возникало такой мысли, а вот именно сегодня появилось, и я никак не могу понять, вот как вы считаете, почему Хиллари не было среди вот этих вот 16 или сколько там их было демократов на сцене? Почему она отказалась бороться в следующий раз за это место? И что вы думаете, вы было, если бы она там была? Хорошая. Могла бы она прийти опять, так сказать, на место претендента демократической партии? Я вообще-то поняла, почему это получилось. Сегодня по нашему дорогому радио передавали запись Вольского. И там говорилось про Хиллари, про Обаму и так далее, и, наверное, из-за этого у меня такая мысль возникла. Вот мы вопрос не слышали, как вы думаете? Спасибо. Это гипотетическое, конечно, но Лена попробует. История такое не признает, но все-таки. Ну давай, Лен, ты можешь рассудить? Вы понимаете, человек, который проиграл первый раз на таких выборах, он не пройдет номинацию партии. Потому что они должны были поставить что-то, что абсолютно точно пройдет. И исходя из того, что мы сегодня уже можем проанализировать, им нужна была пешка, им нужен был совершенно управляемый человек, за которым стоят вот те силы, которые называются Build Back Better. Вот когда мы говорим о Build Back Better, это вот та программа по разрушению цивилизации, предложенная вот именно теми организациями, о которых я сказала. Обратите внимание, ведь они же выбрали... Жребий выпал и упал на человека, вот этого синильного старца, мягко говоря, ничтожества Помова, и идиота. Он всегда был таким, всегда, абсолютно, посмотрите на все его действия, чем он занимался. Хорошо характеризует Сенат, кстати. Что? Да. Да. Поэтому им Хиллари не нужна, потому что Хиллари независимый игрок. То есть она тоже зависит от тех же средств, но она личность. Можем любить ее, не любить, она личность со знаком минус. Она сильная личность. Им нужен был вот такой, как Байден, который являлся тенью Обамы. Он всегда был в тени. Им нужна была ржущая кобылица, которая, насколько я помню, 2 декабря 2019 года выбыла из демократической гонки. Ее своя же партия не выбрала, ее своя же партия не захотела. Им нужны были две тени. Поэтому Хиллари Клинкер может только говорить, что она всегда остается в политике. Она навсегда осталась в политике. Она стала в бинго играть в Нью-Джерси. Вместо того, чтобы поехать на место событий, разбираться и участвовать действительно в каких-то, может быть, небесполезных разговорах на эту тему. Хотя, на самом деле, все разговоры, которые ведет эта администрация, они реально бесполезные. Граница у нас открытая, к сожалению. Не просто граница открытая. Самое главное, что очень хорошо говорят об этой вообще партийной элите нашей, очень хорошо говорят опросы. Ну, Байден тщательно отскрывает, конечно, данные, но они просачиваются. 38% одобрения. 38% в первый год работы, это, считайте, уже ниже Клинтуса. Опять же, мы прекрасно понимаем. Пелосия, которая у нас... Ой, еще одна итальянка. Еще одна итальянка такая рьяная, с такими корнями хорошими. Знаете, пересмотрите «Сопрано» и рекомендую все шесть сезонов, последний шестой сезон, там два сезона в нем. А сейчас еще новый фильм вышел, как бы, тоже о «Сопрано». Для того, чтобы понять, что такое итальянская мафия и почему итальянцы всегда руководят профсоюзами. Очень серьезно. Очень серьезно. И что такое профсоюзы? Если учитывать, что папаша, мадам Пелоси был у нас губернатором или мэром, по-моему, он был, Балтимора, это еще один порт. Везде, где порты, там везде вспоминайте о «Сопрано». И вот такой жест показывают тоже. Это вот тот итальянский жест. Я в свое время изучала итальянский язык, и первое, что я изучила, это итальянский язык жестов. Очень полезно знать, особенно в эпоху сурдопереводов, когда вам дается информация, и вы ее не слышите, вы ее не видите, но вам показывают руками, крутят всякие разные жесты. Да, ну вот ты говорила обнадеживающие какие-то данные о том, что на Пелосе завели, ну, завели дело это громко, но ее расследование идет по поводу ее финансовой губернации. Расследование идет по поводу финансов ее, ее мужа, и самое главное, Джесси Уотерс, лапочка, я его очень люблю. Он совершенно замечательный журналист на Фактс-Ньюс, на Фактс-Ньюс еще осталось один-два смелых человека по профессии журналисты, а не так, подстилки, не коврик, в который вытирает сын мэр Даконоги и раскланивается перед всеми остальными леваками. Так что есть еще. Зайдите, прогуглите Джесси Уотерс, посмотрите эти расследования. Но я пока ничего не хочу говорить, потому что у нас всегда гора рождает мышь. Я жду, что наконец-то прозреют уже или захотят слить уже настолько серьезно Байдена и начнут, естественно, с коррупции с его сына. Ну, 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 там интересные вещи с Байденом. У нас любят героизировать преступников, а они все преступники, например, семейство Кома. Тот, который был у нас великим писателем в прошлом году, который получил 5 миллионов за ничтожную книжечку, просто так написанную, на, в общем-то, руках которого кровь тысяч стариков, десятков тысяч стариков. Его так превозносили и думали, что он вообще у нас будет кандидатом в президенты. А теперь, боже, его партия просто задвинула, сняла и забыла. Был еще такой Крис Кома на СНН. Это его брат. Вы много теперь слышите о брате? Тихо, спокойно слили. Ну, сливают, конечно. И брат его брали. И поверьте мне, настанет время, когда Пелоси вот точно так же сольют и уберут. И с Байденом что-то произойдет. Я не хочу, я не Ванга. Я всем желаю счастья. Мир, знаете, счастья, жвачка. Но вот таких людей надо держать подальше от политики. И руки их вот должны быть в наручниках, чтобы они ничего не могли нажать и сделать. Потому что они, на самом деле, преступники, убивающие эту замечательную страну. Ну, кстати, Лен, ты обратила внимание, когда мы говорим о единстве либеральной прессы, леволиберальной. И одновременно, вот в последнее время я наблюдаю, вот мы даже дважды печатали прямую речь того же Беломара. И там у него проскакивает такое, что дива даешься. Это пишет, ну, такое уже куда уж левее, да, человек. И тут понимаешь, что эта вещь не случайная. Потому что партийную дисциплину ребят там умеют соблюдать. Но раз уже пошла такая пьянка, что можно предъявы, как говорится, делать сорок шестому, значит, что-то происходит. Мы пока не знаем доподлинно что, но тем не менее. Ты понимаешь, люди же живут не в вакууме. Люди живут не в вакууме, они хотят продолжать оставаться при власти. Но вот та ситуация, которую они сами, собственно, организовали, поставив нам Синильного, и все вот это, цирк с конями. Вот эта ситуация, она завела их в тупик. Потому что вот недалее как через три недели у нас будут выборы в городские советы, у нас будут выборы губернатора, не губернатора, а мэра Нью-Йорка. У нас будут первичные вот эти все выборы, которые очень нужны для того, чтобы поменять власть. И мне кажется, что эти выборы даже важнее, чем все остальное. Потому что это люди, которые непосредственно с вами здесь находятся. Ведь губернатор плевать на многое хотел, он сам себе и бог, и царь. 50 царьков у нас в стране. Плюс еще DC у нас отдельно стоящие. Плюс у нас в каждом округе есть свои царьки. И каждый раз мы видим, что творят мэры городов. Ведь ваша мадам Левкоступова, она же, ее вышвыривать надо. А как вы это сделаете? Только законным путем, только на голосовании. Вот я сейчас после передачи поеду на встречу с кандидатом, который пойдет в горсовет. Я помогаю русской улице познакомиться с этим очень порядочным, хорошим человеком. Дэвидом Каром. И я считаю, что каждый на своем месте должен что-то делать. Потому что когда все время говорят, а что делать? Да поднять задницу с дивана и идти. Потому что вы знаете, вы получаете массу макулатур. Разберитесь в той макулатуре, которую вам предлагают прочтение. Поинтересуйтесь, кто эти люди. Поинтересуйтесь, что они сделали. Не словами, нет. Сходите, познакомьтесь с этими людьми. Потому что спасение утопающих дело рук с вами утопающих. Лен, ты знаешь, легче сидеть. Легче оценивать, рассуждать. Рассуждать легче. Вообще это все легче. Легче вообще ничего не делать. Да, и ждать, что оно само рассосется. А потом сокрушаться. Что вот у нас украли, у нас не украли. У меня в передаче часто бывает, у нас с Игорем в передаче часто бывает Мария Рутенбург. Я очень ее люблю. Именно за то, что она человек в действии. Мать четверых детей действует. А что вам мешает? Что вам мешает? Что вам мешает подняться и пойти протестовать? Я, например, с гордостью могу сказать, что я с 13-го года с Николь Малиатакис вместе. Николь Малиатакис – это тот человек, которого избрали. Она республиканка. Ее избрали в Конгресс. Нам бы побольше таких Николь иметь. Но самое главное, смотрите, мы говорим, у нас вот эти города безнадежные. Даже в этих безнадежных городах живут живые люди. И когда нападает на их детей, когда страшно сесть в общественный транспорт, когда в метро людей сбрасывают просто с платформы под колеса движущегося поезда, когда на них нападают, вы понимаете, что речь идет о собственной безопасности и собственном существовании. Поэтому наступило время, когда надо защищать все. Начиная от памятников Колумбу, которые вы дали снести, вы дали снести эти памятники. Если бы вы вышли и протестовали, может быть, Колумб бы оставался на месте. Потому что один раз стоит бандитам показать слабость, бандиты этого никогда не забудут. Дальше вы будете стоять только на коленях. Ну, это точно совершенно. Но еще я бы хотел добавить к этому, что на выборах, которые так или иначе происходят, мы все время живем в ситуации надвигающихся выборов. Обратите внимание на, так сказать, свежую кровь в той же республиканской партии. Дело в том, что некоторым мастодонтам давно надо уйти на покой. Это понятно. Они, собственно, не просто выступают в роли соглашателей, в роли, как вот сегодня выяснилось, что вы вспоминаете Виктора Вольского. Я вспоминаю его прекрасное определение, что республиканцы – это в настоящее время младшие партнеры демократов. Он все время это повторял, и это правда. Так вот, если вы хотите, чтобы что-то поменялось и в республиканской партии, обратите внимание на молодых, на тех, кто может действительно прийти и не встраиваться в общий ряд этих самых соглашателей и людей, которых все устраивает. Быть такой карманной оппозицией – это очень удобно. Вы знаете, я хочу вам сказать, что вот этот рейтинг, который Раснуссен проводил 6-7 этого месяца, там рейтинг непопулярности фактически. Там и Пелоси, и Чак Шумер, и Мич МакКоннелл, и Кевин МакКарти. Там лидеры республиканцев и демократов. И у этих лидеров отрицательный рейтинг. Крайне отрицательный. Это говорит о многом. Это говорит о кризисе, вообще политическом кризисе. Потому что эта двупартийная система, которая у нас существует при выборах, она уже как бы накрывается большим медным тазом. Потому что люди хотят видеть не элиту, а мы очень часто говорим политическая элита. Да нет, они слуги народа, они должны быть слугами. Мы, мы, вот это та сила, we the people. Они только servants, только всего. Да, ну, на самом деле это действительно то, о чем надо помнить постоянно. Потому что вот действительно рассуждение о том, что все потеряно, что мы никогда больше не будем жить той прежней жизнью, что страна потеряла все, свободы и все прочее. Чем больше мы будем повторять это, и не давая чему-то другому прорасти, то мы действительно все и проиграем. Поэтому, господа, задумайтесь над этим. И я думаю, что Лена тут согласится, и у Лены есть буквально полминутки, чтобы закончить сегодняшнее наше общение. Даже меньше. Вы знаете, я вот сейчас посмотрела фотографии того, что происходит в Нью-Йорке сегодня происходило. 35 тысяч вышло, как всегда, на этот парад. 35 тысяч счастливых людей, у которых есть свои проблемы, у которых есть все, и хорошее, и плохое. У них есть чувство собственного достоинства. Это самое главное, к чему я привыкну. Просто призываю каждого. Сохраняйте чувство собственного достоинства. Не доставляйте им радость. Радоваться, когда мы плачем. Не плачьте. Радуйтесь жизни, и даже вот такому мелкому и большому одновременно, как парад. Потому что это наша сила. Будьте счастливы. Спасибо большое, Лена. И спасибо всем нашим слушателям. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова